В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Бог в помощь, братья и сестры, уважаемые зрители, здравствуйте. Вопрос. Задает Александр Галин. Константин Юрьевич, здравствуйте. Вы утверждали как-то в одной из передач, что при контроле НАТО над Украиной и Прибалтикой возможно вторжение танковых армат блока, которые, и далее цитаты, это видно я говорил тогда, будут в Петербурге через 3 часа, в Москве через 8-9 часов. Ну, в общем, все правильно. Объясните мне, откуда НАТО возьмет эти танковые армады? Вы сами говорили, что танковый завод в Детройте закрыт и разрушен, а по танкам Россия превосходит НАТО. По количеству танков, да, превосходит. Откуда им эти танки взять? К тому же, как показала практика сирийской и еминских войн, все эти абрамсы и леопарды горят как факелы против заведомо более слабого противника. Тогда как Т-90 вполне выдерживает попадание ТОУ, американского комплекса. Мне кажется, времена танковых прорывов времен генерала Хайнса Гудериана давно канули прошлое. Ну, что вам сказать, Александр? Знаете, есть такая пословица? Никогда не говори никогда. Военная политика, военная стратегия должна учитывать любую возможность, даже маловероятную, и на длительную перспективу. Вот сейчас действительно у НАТО на границе с Россией, то есть в Прибалтике, вот на этом плацдарме прибалтийском, нет большого количества бронетехники. Хотя вот они сейчас начали создавать такие точечные, вот одну бригаду в Польше разгрузили, а в Прибалтике, непосредственно в Эстонии, в Латвии и Литве, там будет размещен в каждой республике один батальон и некое, так сказать, небольшое количество бронетехники. Но неважно, это вот, как говорится, коготок увяз, все птички пропасть, да? Вот они коготком отметились, вот эти три, так сказать, точки они создали. Сейчас это, конечно, не создает нам угрозы. То количество бронетехники, там несколько десятков единиц, которые будут в Прибалтике размещены, оно для нас не делает погоды. А завтра? А послезавтра? А кто знает, как будет ситуация развиваться? Кто гарантии-то может дать, ребята? Потом, на самом деле, войны и сирийская, и еминская, как раз показывают, что танки заменить нечем, нечем танки заменить. И у Америки на складах, не надо забывать, есть шесть тысяч танков. Да, они завод Детройте сломали, у них остался один завод, который может делать там мелкосерийное производство и модернизировать старые. Но у них на складах шесть тысяч танков лежит. И когда в этих танках умелый экипаж, они не горят, как факелы. Да, конечно, масса фотографий в интернете, если посмотреть, покажите, пожалуйста. Вот эти, да, эти абрамсы в Сирии, в Ираке, сожженные, взорванные, под Эль-Бабом, под Масулом, горящие. Да, полно таких фотографий. Но только нужно иметь в виду, что это все танки, в которых сидели арабские экипажи. Понимаете? А это что значит? Это значит плохая, ну мягко говоря, нулевая тактическая подготовка, крайне низкий технический уровень, низкий моральный дух, отсутствие навыков коллективных действий, отсутствие дисциплины. Ну и так далее, понимаете? Арабы, они, да, они, ну, воины пустыни, да, с гиканьем и свистом, так сказать, на арабских жеребцах или на верблюдах выскочили, посекли, так сказать, неверных и обратно, так сказать, ускакали. Но танк не верблюд. А вот когда в танке сидит хороший экипаж грамотный, как раз другой пример. Вот смотрите, покажите видео, пожалуйста. Это старый наш танк, Т-62, производство 61-го, 75-го года. В 75-м году прекратили его производство, вот сейчас вы увидите, в него попадает ПТУР, и все. Так, бах, страшный взрыв, да? Смотрите, все целы, и танк боеспособности не потерял. Раз, живой танкист. Два, живой танкист. Три, полез живой танкист. Понимаете? Еще раз повторюсь. Значит, эксперты, глядя на эти кадры, говорят, это старый советский танк, сирийский, войска Асада их используют, Т-62. Мы прекратили его производить 40 лет назад, в 1975 году. 41 год назад. Ну, вот вам результат грамотного применения. На него повесили динамическую защиту, она сработала, грамотно повелся экипаж, и все, все живы. А в той же сети можно найти полно, так сказать, кадров, как стоит, условно говоря, саудовский танк, там в Йемене они воюют, на Абрамсах новейшие, стоит саудовский танк. Где-то в 100 метрах от него происходит взрыв, из этого танка просто тут же выскакивает весь экипаж, и давай себе драпать так, что только, значит, пятки сверкают. Так что, понимаете, тут я бы постерегся говорить, что вот, все, прошло время танковых прорывов. Но вообще, на самом деле, главное даже не танки, конечно, если так серьезно, по большому счету, главное это люди, дух. В Европе не осталось воинов, там в основном теперь, значит, разные веселые мероприятия, гей-парады, ЛГБТ-фестивали и так далее и тому подобное. Вообще, когда начинаешь разбираться, такое ощущение, что в современном мире все разучились воевать, остались, остались, что только три народа, кроме русских, кавказцев и афганцев, все остальные воевать просто-напросто разучились. Вот дайте сюжет на эту тему посмотрим. Среди наемников крупнейшей частной военной компании Blackwater, ныне переименованной в Академии, существует некий рейтинг боевых навыков, силы воли и стремления к победе бойцов разных стран мира. Отметим, что сотрудники именно этой ЧВК оказывали самую активную поддержку войскам США на Ближнем Востоке. Эти люди реально льют кровь в горячих точках. Им безразличны потери среди мирного населения. За деньги готовы на все. Для нас важно знать о том, как они относятся к вероятному противнику, оценивая его боеспособность. Никто не знает, где и когда мы с ними столкнемся. Итак, рейтинг. Африканские племена. Беспорядочная стрельба. Прицельность 0. Часто шпарят в землю прямо себе под ноги. Привычное дело попасть в своего. Разбегаются в стороны после нескольких жертв или выстрела из танка. С ними воевать даже неинтересно. Рейтинг мяса. Африканские регуляры. Отличаются от своих диких собратьев только наличием формы и скромными навыками прицельной стрельбы. С дикарями воевать умеют, но столкновение с более умелым противником, даже арабами, приводит их в панику и бегство. Действовать в гармонии с бронетехникой не умеют в принципе. Рейтинг мяса в упаковке. Арабы. Наемники-повстанцы многие регуляры. Понятия тактики и стратегии для них далеки. Их война – выстреливать в сторону противника ящики патронов, зовя при этом Алла в бар и периодически взрывая себя всем, что попадает под руку. Исключение регуляры. Те относительно молчаливы, дисциплинированы и даже умеют пользоваться гранатами. Панику не бросаются, но те еще трусы. Рейтинг – удобная мишень. Американские регуляры. Сколько фильмов снято о непобедимой американской армии. Есть только одно «но». Янки абсолютно не умеют воевать без артподготовки, танков и авиаударов. Если территория не была выжжена до состояния безлюдной пустыни, солдаты туда не пойдут. А если идут, то назад не возвращаются. Стреляют очень неплохо, отлично скоординированы, но рабеют перед любым сопротивлением, после чего становятся легкой добычей. Потери переживают тяжело, вплоть до полной потери боеспособности. Трусы. Рейтинг – кусачие собаки. Американские наемники. Неплохие бойцы. Умеют действовать как командой, так и в одиночку. Прекрасные стрелки. Встречаются отчаянные особи, с которыми исправиться порой непросто. Но у них есть очень слабое место – мораль. И отсутствие мотивированности, кроме денег. Трупу деньги не нужны, поэтому большинство из них не лезет туда, где совсем горячо. И всячески избегают первой линии огня. Рейтинг – псы войны. Азиаты. Про регуляров сказать сложно. Наемники же способны доставить мучительную головную боль любому противнику. Если действуют группой, что у них в голове непонятно, но они способны на любое безрассудство. Прекрасно стреляют. Часто действуют из засады, в которую противник попадает согласно хитроумному плану. Азиатам наплевать на поддержку техникой, самолетами и снарядами. Им плевать, есть патроны или нет. Главное – наличие собратьев. Но в одиночку они, увы, становятся бесполезны. Рейтинг – армия императора. Кавказцы и афганцы. Сильные, выносливые и храбрые воины. Прекрасные стрелки. Умеют действовать группами, в одиночку мотивированы и коварны. В бою действуют грамотно, знают тактику и стратегию. Не пугаются техники и авиаудар. Эффективно действуют из засад. Единственное слабое место. Не способны драться до последнего вздоха. Редкий боец готов пожертвовать собой ради общей победы. Если только он не шахид, но это совсем другая история. Рейтинг – настоящие бойцы. Русские. Противодействовать взводу русских наемников – лютая кровавая история. Они дерутся до конца, до последнего патрона. А когда кончаются боеприпасы, пускают в ход все, что есть под руками. Смертельно ранил русского, не трогая его. Скорее всего, перед смертью. Он зажал в своей руке гранату без чеки. Русские изобретательные, обладают прекрасной интуицией и чрезвычайно храбры. Самолет прилетел, собьют саперной лопаткой. Танк – ничего страшного, если не сломаны руки. Бойцы, ни разу не державшие СВД, в критический момент способны попасть из нее на пределе дальности. И все равно, что это был последний патрон. Будут бить врага самой винтовкой. Тактика и стратегия – запросто. Любым составом от армии до полуживого калеки, держащего в одиночку роту противника. Русские, даже наемники, не способны отступать. А если отступают, будьте уверены, они просто бегут за патронами. Все сказанное касается и армейцев, которые более-менее обстреляны. Впрочем, боевые навыки приобретаются уже после первого боя столкновения. Рейтинг войны. Ну, вот так. Я, честно говоря, думаю, что готовность, внутренняя готовность человека воевать, защищать себя, свою семью, свою землю, свое Отечество. Готовность проливать свою кровь, жертвовать своей жизнью. Полагать, говоря словами Священного Писания, полагать душу свою за други своя. Это фактор ничуть не менее важный, чем техническое превосходство. И в этом отношении, действительно, в современном мире с русскими мало кто может сравниться.